Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нём. Но я скажу, что тот полжизни потерял, кто на большом каретном не бывал и ещё бы видел. Вот я хотел тоже попробовать на этой стиле, потому что здесь как-то хорошо мне было. Где твои семнадцать лет на большом каретном? Где твои семнадцать бед на большом каретном? А где твой чёрный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? На меня воздействовали песни Владимира Сергеевича Высоцкого. Мы верили ему, просто верили, в том, что он поёт. Мы были отдать ему своё внимание на его песни «Всё», а забыть про то, что нам говорит отец, мать. Мы верили только ему, это был кумир. Диалог у телевизора. Ой, Вань, смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, ты чего, Ваня, размалёванный? И голос, как у алкашей. А тот похож. Нет, правда, Вань, на Шурина такая же пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я права, ну Вань. Владимир Семашусёцкий называл её «Городской романс». Когда я давал в Москве русскому радио интервью, там в титрах вышло «Русский шансонье Михаил Круг». А шансонье – это по-французски шансон, это песня. Просто песня, лёгкий жанр, лёгкая песня. Владимир Семашусёцкий называл его «Дворовым романцем». Я, Вань, такую жопу хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую жусь варгань. Ну что, отстань, всегда отстань, обидно, Вань. Уж ты бы лучше молчала бы, Накрылась премией в квартал. Кто мне писал на службу жалобы, М? Не ты, когда я их читал. К тому же и эту майку, Зин, Тебе на пяль позор один, Тебе шитья пойдёт оршин, Где деньги, Зин? Первые свои песни я начал писать в 14 лет. Где-то после армии я увлёкся Владимиру Семёновичу Высоцким и писал его стили, стили дворового романца. Сейчас этот стиль принято называть «Русский шансон». Я очень любил в молодости Владимира Семёновича Высоцкого. Вот это сказывает его влияние, его песен, его таланта на мои сопереживания. Я сопереживал с ним, когда слушал его песни. Ой, Ивань, умру от акробатиков. Смотри, как вертится нахал. Завцех наш, товарищ Садюков, Недавно в клубе так скакал. А ты придёшь домой, Иван, Поешь и сразу на диван, Или вон кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван? Ты, Зин, на хрупость нарывайся, Всё, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркайся, Придёшь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, Всё время тянет в магазин, А там друзья, ведь я же, Зин, Не пью один. Вот, и под впечатлением его песен Я Начал играть на гитаре. Мне подарили сначала маленькую гитару за Не помню, 5,50 что ли. Она такая детская гитара маленькая. Но она всё с ладами, всё строила. И я в первое время играл на ней. Потом уже Купил у соседа За 9,50 такую большую, Цыганскую, толстую гитару. Но они не играли никогда. Вот, я её подремонтировал, там подпилил. Лады, потому что там струны западали, цик-цик-цик. И вот с этой гитарой Я уже начал Свою творческую деятельность В области написания песен. Вот в 100 культуре никогда Белочеком не был, да? И вот у вас примерно такое же чувство, да? Вот, как-то вот Складывается всё в совокупности И выплёскивается потом, да? Всё правильно. Это было криво, да? Все стихи про любовь, То, что писали советские поэты, Они писали это в рамках Толитарного государства. Они не могли рассказать То, что лежит в душе. И последние, наверное, Мамонты, это Блок, Беселин. Хотя я и недолюбливаю Маяковского, Но всё равно я от кого с ним Отношусь как Таланты он писал. Детская барабада была Поначалу какая-то Может быть, что-то. Всё блатное было интересно, Всё, что запретно, интересно. Я пою о простых пацанах, Которые ходят по нашей земле.